это дон сбой с большими а я его ставил на уроне вроде бы обычные короче короче сделайте так чтобы вы видно знаю еще раз напомню духе каждый 10 секунд будет появляться убедитесь типа дух иногда может прям вас появиться поэтому отдаляйте камеру и видите как вот этот плевок ну типа как артиллерия этот залп когда он духа пуляет полосочка просера вот эти вот по ним удобнее а так вы духа хрен заметить если он прям вас во фрейме самая напряженная вторая фаза главное не торопиться никуда типа главным максимум выжить и привыкнуть среди есть рыбу так беру настолько у хамелеона есть и и и и и и и и вихторка зевандец невандец что-то где-то в каун а вон рыбу поешь эти поем если на второй фазе мобы не будут успеваться заливаться я буду вести через пеньки да это просто чтоб люди не стояли а то я в тот раз собирался вести этом салат еще был а то фанатике так все готовы контроль 3 секунды а рарник я убью кого-нибудь убью убью через две секунды шипишь опять блядь забыл забыл брать крыш намажем контроль 5 секунд готовимся людей не проебем или софт контроль цель ищет лишь его блядь ёбаный в рот хамелеон дресса его быстрее рарник на этом трэше и виллаши накопишь пять стаков если вдруг речь будут просаживаться наш язык я сдавал фул баф пара рарник у каску лапы при стимах контроль две секунды вот можешь перед контролем давай не зыбку опять рарник контролем людей фанатик опять силится блядь бля я не могу фанатик удержать призом стволка есть призом ствол за захиньте его секунду трэш это мили мили мог что ли в крестике разбейте мама трэш вышел а вот так кастер оставь давайте помогаем контроль 2 секунды айновен давай масоку не берут этот шаман который не бидон ставь тотем геншин гимноману тут быстрее фанатиками беру нас ближайшие зеванди среднейшими имен пизда как долго нахуй трэш вышел можем трэш контроль секунда к собаке фанатик контроль помогу после после трэша зеванди средь и имеем адрес пиздец и и вилашу леса а нет да он арестом я понял зевань этого риса лами мента да ёбаный рот нахуй ну и дбр и минута тринадцать ладно давай попробуем я с лестницей моба короче не забирал не наверное это вайв моб взрыв к стоит мобы не бьются стоят вот они вот стоят просто так давайте ложимся это хуйня встань и обрети истинную форму да да и дпс маленький я слева на мишку без на полу навряд ли удержу ты ко мне приставил людей дпс больше с меня фанатики стали слетать убили одного чела а если тебе рогу рогу добавить второго спокмана на квадрат просто главное на пол просто вот история череп напулевать спокман квадрат тогда тогда должно получше быть я просто сейчас не видел на пула в истории здесь такой ну что он не бил 3 можно проще типа как я предлагал без на булав обойтись и все поменяться местами с ним типа я предлагал он ты говоришь что тебе нормально ты балбес просто слева два фанатика 2 dk на двух фанатиков и спокойно их держат три слева на одном фанатике кастеров даже держать надо они просто но их просто задолбит не танчится ну да да не просто тогда нормально было сейчас людей поставили сейчас уже не нормально ну хуй с ним давай интересно от этого мы перестанем вздыхать или нет нет вздыхать мы не перестанем пушек контроль и контроль и не убивают своих постоянно типа dk от танка казак в контроле просто ушатали офигеть так ставлю рыбу до всех на бэгэ надо отправить либо на арену так какой бы гарри она блять тут нужны вихре у нас два вихряку из ним есть вот а мишка он вихре не даст трэш танчит нажимаем играл на багажки нажимаю бабу и секунды даже не секунда полсекунды на мне бабу нет давай этот самый вилаша череп луна мои и и твой из лестницы и квадрат мишка с крестика танчишь ну помогам кто как бил там свои стороны также оставайтесь спокман готов догадов мясо на два носка и вихторка два носка дает счет 5-4-3-2-1 рейс станет до хп нет это место станет вашей могилой ну пиздец приверженс рейдя контроль 3 секунды контроль 3 секунды вот два контроля бегают предупреждения джек охер фанатик шоптает трэш а что у нас два приверженца справа вот приверженец стоит с щитом который физ уроном сбивается и кастует стрелы которые уешат трэш не а и контролем бедо у нас и не ну пиздец бидон стоит призом стал к есть рвист рез и призова локал ткарга завис фани сервера еще пока подъем рвисту напишите при занавес фанатик фуловый стоит лужа лим вставай пубах бидон и второй шаман тоже ставьте тотем ген шит ким на ману но я ирю на луке как не в себя блять меня фуярит хорошо где минуту зеван десетку дабы контроль помогу да не так трэш вообще не бьется вот так мы как по краям не там не бьется не с этой стороны не стой вы его держите блять но у каждой в разной стороне и вот приходится были точно убить они клевать ну а что бывает когда клевую трэш в трэш и все вздыхают я участвую со стороны стоят и словно говорят фанатик стоит приверженность на одно и все в разных сторонах слева в чем короче залупа полная сюда служить лучше одеваться чтобы этого босса проходить мы одеты как как хуйня тебе это понятно дело не в гире совсем просто тип от люди когда заканчивается одной стороны там 34 кастера долбит по боссу другая сторона забивается плюс сколько я умер в контроле поле половы в контроле положили и кто-то еще отъехал и по не стопается у этом куча всего висит каждый в лепту свой вносит и дохнут люди люди не будут умирать ну вот так пока да а люди не будут умирать когда вот видели видео кому показывал в десе вот когда вихрь сразу вешается на людей тогда в вихре и никто него не шутник и он никого не шутник всего лишь два типа тот же диме не шинга так далее просто надо каждый случай разбирать точечно втыкать иначе и ну бесполезно там вихре хватает контроль ровно болит привитие составим давать то получается типа человек не выходит из вихре и сканчивается но там там 233 или 3 еще на 2 секунды еще там два потому что ты физически не сможешь что пинг нужен чтобы задержки не было плюс еще заранее начинать кастовать вот например дбм вешает квадратик ты уже сидишь спамишь кнопку но как люди играют люди то по-разному играет кто-то там выбирает кто-то мышкой кликает вот как как ровист вешает как зеванди свешить я не знаю конечно плюс мишка он когда трэш танчит он не может вихрь кинать а там когда трэш выходит через пять секунд уже контроль вот получается что нужен друид ну так для заметки ровист в коте бьет босса не контролит нихуя ровис сове нихуя не бьет босса но контролит вот и вот и выводы делаем получается нужна сова которая будет ебашить вадик он например он больше тасс дпс и больше контроля нас ну и вообще вот эти вот если смотреть на дпс и я маг который не топовый 14000 дает вот эти 14 13000 должны быть внизу на 18 строчки и тогда этот рейд будет что-то убивать у нас надо при одесса на что-то как-то людей путь под заменить так это бостонина дпс тут тактика тут еще момент вот меня убили то в меня было два вихря два вихря то есть я по идее должен выжить но я не вышел потому что когда меня взяло в контроль вот эти секунды там друид хорошо с реагирована вот она и за эту секунду в меня столько напихали там и цепнуха зашла и и тотем зашел какой-то ну короче дохрена я уже сдохлый вихре кант подконтроленный был просто надо стопать за секунду своего и контролировать урон контролировать таймер и хватает вам гера полностью даже много вот сейчас красное бьёна сейчас еще потравим часик с половиной где-то и завтра еще соберемся и там за него так 4 хила похилить я так понимаю на притона надо сумму ночь давайте шкаф хочу и вилаш из трусов забирают тоже что думала до вилашин с трусов из квадрата 2 моба притон ты тут он афк надо мне писать где-то чпшники хорошо тут бьют вообще шпшники сейчас блядь я не знаю ну два царик шпшник же мертв я бью я бью но не успеваю приверженца секунду умирает а фанатиков чего не бьете что ли Продолжение следует... 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 5,4,3,2,1 Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Трэш, трэш, вот неразъебаный стоит, ооо, я понял Ложимся Он сбежался по разным сторонам, как его разъебали? Только точечно Наложимся Че это сейчас последователь с креста разъебал вот этот, да? Воскрешенный Стрела вот этой смертоносной хуйни Он взорвался А че вы так же, как в прошлый раз, не сводите трэш? Подумали, так заебись будет с двух сторон Хотели еще одного мага, а он пришел Можешь персподить, я считаю Лол, блядь Я все равно буду сторонник того, что если, блядь, три друида Если бы у нас были три друида, ну это всегда есть и бы, блядь Мишка, у тебя точно никаких спеков нету? Нет, только медведь Ебать Даже шмота никакого Для других есть все, кроме Т4, блядь, поэтому и нету Так а нахуя тебе Т4? Давай в какой-нибудь спек Эрдру есть у тебя? Ну, талантов-то нет, это сейчас перебиваться А, блядь Ну да, сейчас же нас убил хлопок Может просто история же, я думаю, это топовый Он пойдет направо, я пойду налево И мы каждое темное мученичество можем стопать И типа и все, нет хлопка, нет смерти И будем проблемы решать по мере поступленных Ну да Мне все-таки надо, блядь, чтобы это Ну что ты говоришь, а какой шмотом? 260 хотя бы есть? Ну там половинка Да, блядь, это сейчас таланты ставить Еще играть, учиться сейчас переставлю Это долго будет Не, ну если ты не играл, то конечно не ставить А, блядь Больше проблем, вот еще и хилдот ставить там Вот вадико у нас сегодня надо было бы, сука, и воткнуть его сюда и все, блядь Мишка танку, конечно, заебись, но вот вихре он когда трештанчить не подает Хуё, а что спека нету Если мне на друида заходить, то одкшника не будет Зато будет друид Одкшника не будет Потроим, как и есть хули Может со временем какие-то друиды нарисуются Может завтра вадико он будет хуй знает Рыба стоит Так, сейчас разъебал всех привержений, взорвался, да? Вчера у нас под конец половчей было Ну так можно по той же тактике заливать просто треш Вчера мы заливали его ауе, а сейчас мы точечно его ебашим Давайте вернемся к этой тактике Это очень хорошо Слышишь чё, вот у меня может ебанутая идея, нахуй, но Давай спекнем, давай Мишка, ты будешь в этом, как он называется, скажи мне, блять Ты будешь в танке, но ты будешь вихре давать только нахуй Я могу тебе чисто стоять И вот зато в контроль ни разу не возьмут, да? Не берут контроль Не, его в танке не берут Танков нет, навряд ли Ну я не видел, что брало Только на второй Клифф билд Ну, блять, я не знаю, даст это что-то и нет, давай Давай, знаешь как, подумаю Давай чисто попробуем нахуй там терять Сейчас часик все равно потраим Короче, давай, кто лучше всего будет? Рарник или Малефицист? Малефицист дамажит Может Малефицист спекнуть 4-3-4? Не хочешь потанчить Малефицист? Давай, повеселись, спекайся, короче Ты будешь танчить со стороны креста Главное 4-3-4-1, ну и там будем чередоваться Допустим, первый контроль я даю Потом второй Вилаж и третий контроль ты даешь Ну а Буряо и Айнавер на свое усмотрение сдаёте сейв Добавляете там, когда лужа кинется или стрелы Какая-нибудь хуйня там опасная А ты кот, короче, точнее Мишка Ты, короче, знаешь что делай Ты, короче, бей босса в коте хуй знает Ну тусуйся вот здесь на ступеньках И твой контроль это Луна У Рависта также квадрат Сейчас Потом треугольник Зивандис И луна Хамелеон Вот эти три хуйни с тремя вихрями должны быть Вот, а потом уже на ютубе посмотрите Кто как чё контролил А, и ещё знаешь чё Я себе сейчас в этот Как он называется сука, сейчас Добавлю эту хуйню Как дебаф называется? Смерч, да? Смерч, правильно? Вообще да Если ты правильно, смерч Да, про дуилевский смерч Так, добавил Буду смотреть Какая-то Чарку переделали Танковскую голову Теперь ещё лучше стало Буду смотреть Какая задержка На 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 контроль 5 секунд готовимся помогите мобов тут они хилятся вон а я контролем контроль подчинение равных на равных я все дурит в подчинении ничего страшного у вас не шутник ебать два носка отхуярю глыбой два носка разъебали давай мы здесь их оберем сразу резать два носка реже следующий вышел объем трэш контроль 2 секунды готовимся по носка не сдохни контролем призана разъебал тесто кто его разъемал бизнес талка есть у тебя рарни вздох и у нас какая-то залупа треш не убивается слева вообще следующий треш уходит через секунду треш не убивается 3 тела лежат как вы же сводить его хотели давайте ложимся попробуем сводить может получится ну вот вы кидайте вихре сейчас же людей которые в контроле были не убило но вот призана кто убил и рарника кто убил так могущественный последователь порыв смертной стужи это получается перерожденным который при приверженец убил призана разъебал так рарника кто убил рарника убил тот же самый могущественный последователь это какой-то прикол наверное просто я под лукавским фиром могу ходить ну как будто поцелу выхожу ты 13 секунд смотрю на босса это баг такой бывает забей у всех не знаю нахуй это пиздец просто люди падают с нихуя мог убил могов могов не убивают боссы не переводят них я не получается надо надо короче одеваться так чтобы просто ты говоришь люди люди тебе типа надо искать игроков которые слагают говорить ну в чем они слагают это исправлять каждый раз говорить что кто-то слагает каждый будет думать что это не он да как это не просто прорабатывать отдельных игроков отдельные ошибки ну допустим давай давай тогда такой вопрос зададим кто заслакал и и почему убил могущественный перерожденный приверженец двух людей и рарника и призана по очереди сначала призана потом рарника кто заслакал вот непосредственно в этой хуйне вот кто заслакал кого можно назвать то есть фактически у нас чё три танка танчит трэш то есть получается переверженец сорвался на призана касту для него эту хуйню восемнадцать тысяч с первой тачки не убился второй добил получается во первых тот кто сорвал по уже неправильно то есть но если ты своим огромным дд не следи что у тебя проблемы какие-то то есть согласен вот если так смотреть блять я не представляю но есть если если не хватает агро то ставить на пол на пол у нас на одной стороне один рога и на другой стороне чего-то не хватает значит ханта не хватает ханта он есть давайте пробуем сводить ну давайте сводить на поле вы того я и все мы заливаем его ярды дэшники милики бьют босса все нормально будет как раз хант теперь есть теперь рога мне нужно стоять там и умирать он дает ливень на пол и все тогда бегем заходи пока тогда бигдем уже придется опять на дк заходить чтобы гриппать моба потому что если мы 2 2 будем оба гриппать его не будет мог один хуй стоять кастовать приверженцы я могу к забывать давай раз хочешь разбивай если если будет тяжело не не будет подходить то тогда это самое так равник чего у тебя там установка связь не ну мы так я конечно никогда не видел чтобы заливали трэш в середине но факт в том что это с хуйня сработала вот но там дпс конечно точно 80 на больше в рейде чем здесь и поэтому совершенно по-другому там все игралось босс переводился быстрее тут пока босс переведется здесь отношении миликов надо миликов поменьше да мы чего не зайдем у нас он локи маги просто кинули а у я все прошу мрет до этого кидали сейчас попробуем еще раз он ранен зашел зашел так ставлю рыбу так давай заново тогда малифицист твой твой этот самый приверженец луны так на на этого на и вилашу низ как называется удилку так и два ну короче и фанатики тоже твои там он тишь там хуй знает этот короче смотри малифицист твой из луны и в квадрата он даешь хант напуливаешь с черепка фанатика на малифициста и вилаши твой кружок и крестик грипп и звезду я грипп с ромбика и набираю гру на треугольнике ну этот мишка контроль лишь также луну по контролям также главное в три человека их рядать скажите вот три друида у вас панели рейдов есть панель панель как сказать дрейд фрейма есть у вас у всех троих там показывается кто контур в контроль берется так давай давай как-то попробуем так сделать чтобы вот этот микрофон не выключил кота притона наверно отключил притона попробуем так сделать чтобы ты смотрел на фрейм и видел кто был в контроле на время же вешаются метки правильно вот сделайте макрос сейчас вам скину в лудилку в дисси так без звездочек там сейчас еще раз вот каст торгет а попасть сука после мусор сейчас надо это нахуй квадратную скобку вот вот так после квадратной скобки ставите пробел пишите смерч вот эту хуйню ставите на удобную кнопку и просто наведя мышку на человека не кликать ничего не надо просто надо эту кнопку нажать будет оставаться вихрь он хоть спиной кастуется хоть как вот так будет проще и быстрее там еще метки вешаются до того как люди в контроль взялись там за полсекунды где-то то есть постарайтесь давайте попробуем рыбу поем чего на центре до сводить их до звезду милики на бойся дачи лет милики на боссе этот рарник помогаешь трэш и с это рдд здесь за уешим трэш так все готовы дает счет 5 4 3 2 1 как вы смеете ступать в эти священные покои это место станет вашей могилой 5 4 3 2 5 5 6 7 9 10 10 11 11 12 13 12 13 14 13 14 14 15 15 16 16 17 великий набосе челета здесь моб которую физуха накопить он просто стоит full живой контроль секунду но это залупа вот этот вот мог бессмертный стоит его и ему никто щит не снесет он так и будто расстреливать стоит такого не должно быть но тебе надо надо к наверно заходить чтобы грипп вот в том-то и загвоздка этот пидор он стоит кастует себе спокойно и все на него хуй ложат милики челят на боссе вот и минус тактики в том что в милики челят как тут еще можно блять тут тут хоть как неудобно вот этих столбов бы ебаных не было если бы леди допустим позиционировалась звезде где звездочка стоит изначально они там нахуй за этими столбами ареновскими бы проще сводишь просто весь весь трэш под нее блять ее зауешиваешь она там стоит неспроста давай на дкшника попроще будет у меня есть безумная идея безумная еще безумнее чем мили камчелить на трэш и мы становимся за леди за колоннами издыхаем это выявлять я тоже думала не ну а чуть-чуть доходит на пока эти пидоры до нас рождаются на 10 раз блять и себе куда из-за леди хуярить их просто точечно но по факту вот эта схема больше работает потому что за три волны трэша я сняли 40 процентов же маны ну да ну конечно обратили внимание если только анонсить что появился пидор этот которого милики только бьют и мы сразу вот леди бежим умолить да хорошо сама схема то блять и рабочая только блять бы ну стоп блять каждый пачка трэша минус 1 минус 2 510 умирают потому что их убивают кто это самое споксмэн все это уходит до хопал рарник надо команда но извиняется тени на колонне еще страшно имя имена и бал тотем языка пламени шамана уебал выброславы и ретриковская буря которые по 600 дамажила но выброславы залетел на тридцать одну тысячу то есть как вообще мог нахуй залететь выброславы в рестор шамана ну типа ну типа серьезно нет на это надо точечно взять вебать на человека чтобы у тебя полетела в него лава шаман в контроле может вы чё хуярите там блять просто через стаб всех подряд что-лили как это работает если на 31 контроле баллон бы не ударил бы два на 31 он автоматическая стрельба ну-ка расскажи как я умер блять когда все лежали блять в подчинении был ну-ка нахуй не это я смотрю старые края когда вот я на докажки последний раз но сути дела не меняет ты смотришь ты же не помнишь может быть это законтроленные люди развивали не законтроленных людей так и было скорее всего просто ты наоборот ну допустим если нам дальше все строить нам надо этого добрать кого-то допустим если буря ушла так мишу тоже через 20 минут уже отвалюсь но если только трое дать он там какой-то саваер друи то вообще кто вот без телесного и без телесные топа тут у него вроде проходки нет а вот как-нибудь сделаем их узнать 4 хила нормально вам будет вам или спекнуть 5 вешалках не хватает у нас таргет их полно но у денег ну дружник есть но если только кису спекнуть а призом день зайдет нет ну еще три наверно и все тогда ладно давай так как есть призом там зайдешь устал блять спекаться перезаходить да ебать ну это просто понимаешь просто по этой ебаной тактики и если их сводить этих гусей в центр туда надо чтобы могу либо сало кто-то давал чтобы он беспрепятственно в центр охуярил либо гриппать а еще смотри какая проблема сейчас у тебя со стороны луны будет один приверженец ты его грипп нишку с ним и два фанатика как у тебя получится нет этот хант с черепа будет наполить на тебя ты с квадратом пушкина либо другая тактика всем 20 тысяч и тогда по бокам убивая тогда там там понимает насколько полно это танки могут выдержать просто если стоять и танчики рубля трэш перерождается но перерождается и шо ты если были перерождены живет дольше положенного он перерождается и он не шок нет но выйдет еще трэш потом еще трэш и циркуле был такой прикол блять где топа на фк притон притон ты тут топ на его рыбака ебать топы тоже чё-то выбрал я либо поселил добыть сумму ночь хотели то в каму текст кинзовы топов дала ранее еще переводили на вторую уже ну вот сегодня и тогда один раз на зайти я много ли вторая план легче чем 1 да блять ну как посмотреть мне вообще легко это это блять не знаю но типа меньше людей умирают да блять наоборот ну ты видел дух хлопнул минус 7 сразу а духе каждый 10 секунд там трэш выходит также да да по 3 мопа притон у них узнать что у тебя там блять тут в принципе на трой на один и хуй знак или сейчас разойтись потечилить голосуем я голосую за то что произойти сейчас такая дак один за один хуй как бы хули один тро этот смысл завтра короче также 1630 начинают собираться приходим может быть будет вадик он может быть еще кто-то будет какие-то другие люди может по дпс кто-то больше дает и попробуем еще побить так на сейчас 500 и по данного еще нам пить вот и и этой ну и давайте там насчет как называется взятого нет тут который спокман это а нет ада спокман который со второй десяткой слушаю насчет этого кто вот в гильдии к нам получается присоединяются одна десятка взятого и одна десятка вот этого спокмана вот они десятки ходят смотрите как как я смотрю на эту хуйню ребята вот мы это герой не убиваем мы поставим приоритет на том что нам нужно закрыть вот эту леди и пойти в герри дальше боссов бить там ну дальше проще там блять все целка проще чем это ебаная леди даже лишь будет проще вот и поставим этом приоритет так что кого-то там на замену придется стать садить ну как-то с этим делом то есть смотрите но одновременно с этим те дни которые допустим у вас десятки будут у них будет 25 к допустим целка там то ли то ли с пугами они будут собирать осколки собирать в принципе я присоединюсь помогать то есть там скорее всего гильдийский рейд будет человек 20 вот ну обычки точно 2 можем сделать которые целка rs гм хм тюрьму вот эту двадцать пятку ходить в это в двойном экземпляре будем ходить а на геру пока что будем один рейд формировать самый такой нужный по бафам по хилам по бафам по танкам будет просят буря боишь что ты ему тоже не пытал 4 логусы будет не сочетала сейчас вот и насчет чего я хотел сказать что когда наступит этот когда мы короче прогресса добьемся леди вот эту его нем мы короче скорее всего или обнулим и п чтобы заново идти но это может быть неделька пройдется совместный один рейд сходим там я уже посмотрю в рейде мы когда будем но если леди убьем и дальше пойдем бить мы шмот который будет я не знаю или паролем первое время потому что впереди потом обнулять будем ну как-то про поделим шмот так то есть все все кто вреди они все достойны этого шмота то есть скорее всего либо паролем как-то по консулу порешаем вот потому что прогресс совместный так что все кто вреди не ну примерно приравняются то есть разок наверно паролу сходим первый раз а потом уже сделаем обнулим и п чтобы все уже заново накапливали всю эту хуйню ну вот все что я хотел сказать ну так ищут у кого-то какие-то вопросы есть тут уже все похудели 20 человек в принципе все ясно все понятно думаю к этому и будем страниц да у вас то понятно а а вот у тех кто в гильдии вот история чё скажешь там скажите еще нибудь чтобы я понимал рарник там имя имен много уже ходили да и уже знаем друг друга очереди на примерно вещи на да я говорю ровуст я викторка мы мы сразу в нем это пиздец и по мне не кажется что это хорошая идея просто обнулять и п ну типа это те же история малифицист малифицист 70 приора он не лутал шмотки уже долгое время и если обнулить ему и п тоже но человек тогда тогда конечно могу предложить не полностью обнулить типа срезать например 50 процентов тогда будем тогда будем думать на насчет другого компромисса да мы с вами посидим посчитаем с какую сумму будет накинуть и по вступившим вот чтобы она и и не шла в такой сильный разрез что вот они допустим неделю сходят и и сразу начнут лутать чтобы посчитать примерно чтобы у них и было и по и чтобы допустим ну две недельки сходили и уже начинают лутать с другой стороны надо тоже во внимание принять все это все это будет зависеть только от того пройдем мы вообще этот рейд или нет если мы на леди просто так же будем сидеть вот то то есть смысла не будет то есть нам обычки еще ходить надо это у меня вопрос один фласки лк брейди это нормально дать ему у вас вообще смотрю там пол рейда с лукашными фласками дамажит вообще лкажные фаски только для обычные это под конец скорее все люди стали пить ну там что блять каждый раз пить дорогую фласку тоже денег не напасешься как бы результата нету одно и то же и поэтому видим просто лукашник лкажный начал большой фласка потом славян есть еще ссор что перерываю есть же система не только и пгп и дкп есть ты можешь например на на целых а 25 герц сделать именно дкп систему а общую по всем рейдам и пгп дкп это чё это как и паук также начисляются очки там то же самое да ну кто ходит так же коэффициент у меня допустим сразу второй вопрос встает допустим приходит 30 человек на целка 25 гертра эти пятеро допустим сидят них вот они как они получают они сто процентов ну то есть они два не роли допустим точно который уже будет понятно ну там там к примеру если если мы с этой всех у нее соберемся нам для начала надо что-то показать результат какой-то чтобы был смысл дальше всего этого они то что там ну я вообще ожидаю что вы не будете там я ливну там я не ливну ну обнулять это конечно залупа ну так если с стороны подумать потому что люди реально ходили вот надо как-то при 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 поднять до какую-то альтернативу сделать там она похожа так сжигает есть на это тоже топорная обычно не но ты ты говоришь про дкп про всю эту хуйню но у нас система есть одна и вводить вторую это уже ну головняк будет затруднение это было две системы это блять лишний геморрел да поебе это чисто на один у нас лишь получается у нас прогресс затянулся условно говоря да у нас там есть даже тоже и по кп условно 23 даже взять ситуацию с скорей да он грубо говоря лутают чешку отмывает себе гп грубо говоря и мы идем ссылка он летает все тапки да то есть а все остальные условно говоря который за то время ничего на утоле они также ничего не удали нос нету прогресса не какого киньте восподирают на дому папа очищу вообще решили срезать и по для нас не не решили не решили это предложение так а почему почему вообще это возникло у вас есть средств еженедельный чтобы каждую среду это это предложение это предложение было только в случае если мы пойдем рейд и убьем там боссов 10 целка герри то есть пройдем леди дойдем там до синдры хотя бы и в этом рейде будут человек 5-7 которые новые вступили ну я не ничего не ловая бы но пока нет стрички удачи нормально пока что пока что пока что у нас никакого прогресса нет и шкуру не убитого медведя мы не делим по каждому какого образа нет чему типа смысл этого и поиски лутать уже особо ничего за этим босс на этом дождь и зависть и например навар осталось получать одну чешку до что то что прогресса нет это не значит что что-то у нас там хуёво ну все слакают это понятно все там по несколько раз зареет слакали и то что то что друида нету 3 который будет полноценный вихрь кидать это пиздец хуёво потому что от этого дохуя реально зависит если вихрь кидается человека не убивает и он никого не убивает это огромного стоит это у нас там дал не дал вихрь похуй мишка не давал вихрь сколько трав все подыхали то есть законтролился сдох законтролился разъебал два хила законтролился ледяную косу дал там разъебал пол рейда угол таки это стабильно каждый контрольный садим контроль минусом ну вот а надо чтобы было стабильно каждый контроль все три контроля в вихре но если если в контроле друид то его проще куда законтролить сова не разъебет никого сразу на не шотнет у нее нету таких способностей код разве что может разъебать быстро эрдру не разъебет никого не хриколок может разъебать если костанет не жаза у какой-нибудь а блять голый бог роги кидаются контролл раз по контроль попадают роги сразу в общем вся эта хуйня там что как делать с и п или еще с чем-то надо будет договариваться как-то думать потому что если мы не будем добавлять людей мы будем сидеть в этом говне но на этой леди до тех пор пока ее до 33 до 30 лямов не понерфит потом уже будем решать да надо сначала убить поднапрячься убить и и потом еще на следующем когда убить вот но я думаю проблем не возникнет и п хуй с ним пускай остается но можно первые в первую неделю сходить вот именно в эту геру остальные рейды пускай остаются которые обычки а вот эту ссылка геруберного сама главная ссылка гер будет то есть вашей по нибудь там учитываться при разделе добычи если вдруг мы пройдем дальше да я про это говорю что надо предложить чтобы мы сходили этот рейд поролу первый рейд который пойдем вот может быть наоборот сделать если мы проходим этот рейд начнем понимать что мы будем дальше ходить первое мы доходим уже как есть и пгп нашим а дальше мы уже начинаем ну типа не могу правого ли бога я сидеть не буду с и пгп ну типа какой смысл мне сидеть просто так лишь мод достанется явно вам ну да смотри человек усилеть да тоже учитывая заведомо знаю что я остаюсь без лута нет ну хорошо сейчас на первые ну допустим сейчас мы проходим идем по концу дальше мы как идем то есть а будет епэ допустим меньше в любом случае там примеры чем у меня ну допустим и ты понимаешь на следующий ты только для целка хм сделать то есть новое и п но и гп и так далее залутом или все-таки за прогресс за лутом первую очередь конечно видишь в этом сайт например если бы я хотел идти за прогрессом я поступил какую-то хорошую бильдию которая прошла давно тут 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 и 50 на 50 на это и то надо но надо пойти на какой-то компромисс надо себе понять простую вот малифицист я не знаю согласишься ты или нет и все кто в 10 остальные сидят я думаю вы должны адекватно понимать такую простую вещь если в рейд у вас собрались 25 людей вопрос на миллион долларов кто из этих 25 людей достоин лутать шмот с убитого босса ответ все 25 людей какие у кого есть вопросы вот но я и вот ты согласен но я внесу такое ну что было понятно наконец это мы сделаем один раз или два раза это для начала надо убить пройти вот мы сейчас посидели на леди полайпались и нихуя не убили по разным причинам вольт меня на второй вопрос стою хорошо допустим мы делаем отдельно какой-то и pgp для 25 гера я же говорю по роллу сходить мы хорошо по роллу но вот смотри мне допустим оставить двадцать пятки сейчас нахуй не нужны я могу не ходить вообще в них или чё тогда или как будет отдельный лут на 25 гер почему мы отдельная статистика я говорю на один на один раз я же тебе не говорю всегда так будет ты не слышишь я же говорю на один-два раза сходим посмотрим чтобы у нас в рейде состав был который будет проходить эту геру далеча и тратить уже леча джайн вот один одну две недели мы сходим так ну по по первой неделе там уже будет все понятно мы до синтри дойдем уже будет все ясно я думаю никто не будет против что мы этот рейд по роллу раздадим а потом уже по и pgp включаемся можно сказать насчет и pgp и прочего почему вот это все обнуление предложили вы не закрываете но гильдия наша ваша не закрывает лк-25хм вот эти люди два статика которые влились да там порядка 16 тире 18 человек они влились гильдию нам тоже ничего не надо кроме 25 хм то есть не вам не надо не нам не надо но вы не закрываете и мы как бы сами по себе отдельно тоже ничего не представляем только в целом то есть толпой только можем закрыть поэтому как бы косвенно мы равны поэтому я вот это предложил залетите нет понятно все мы не залетим это само собой но то что люди уже будут сидеть и на заменах и так далее что это будет мобильно и не дай бог тут ни одного пуга это же уже хорошо вот сейчас я зашел статиком своим пришел к вам всем человек с моей с моего статика сидят в рейде типа холипал который мы пришел он в топе да по хпс и вот так вот придет взятый у него тоже есть пару крутых охранительных ребят и всем нужно 25 хм не начинайте не надо не надо все я тоже на порядке могу накрутить хпс еще не не надо только не надо вот сейчас вот этих все я согласен человеком который сейчас сказал что типа допустим вы не убивайте мы не убиваем я полностью согласен вот я говорю еще может еще может стать какой вопрос допустим если у нас будет все порол ну типа по консулу это будет но спорный вопрос теперь это будет по роллу допустим ну грубо говоря там все начнут роли там друг до друга к примеру понимаешь не 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 ну то есть как мы мы че тут нас начнется срать за не 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 начнется эти говорю сразу не начнется мы чё сидим в детском саду что ли не начнется никакого срача я буду видеть кто на кого роли никакой хуйни я буду смотреть какой на нем шмот одет как это на друг на другую чё за хуйня и я еще раз повторю если кто-то прослушал или не слушал мы сначала соберем рейд который будет проносить селка 25 гер на full 11 обычек мы можем в теории собирать в двойном экземпляре то есть 22 раз двинные ваши и так далее могут помогать им они могут помогать нам но геру мы соберем одну для начала ее надо пройти эту леди пройти и дальше боссов пройти там еще на боссах ждут проблем то как играет надо посмотреть кто как играть будет вот собирать мы будем самых лучших людей кто дамажит ухилит но танчит сильнее всех вот и как только мы убьем вот этот рейд который мы первым убивать мы его раздадим по роллу первый раз этот шмот на второй раз уже сядем и подумаем все давайте по включать или давайте там и еще недельку поролу и там уже подумаем у кого какие впечатления у нас нихуя не убита мы уже сидим делим нахуй ты шием мне шием мне там вечный холод вот поэтому еще раз повторю для начала мы должны пройти а потом мы уже будем с вами думать недельку точнее не недельку один рейд если леди убьем и дальше пройдем 8 10 боссов мы раздадим по роллу дальше включим и пгп давай смотри мы не убиваем по какой причине не хватает контроля у нас не хватает это я так да да надо вот у нас проблема с классами в рейде а не с людьми ну да у нас в принципе дофига миликов дофига кастера не хватает определенную я могу на шапы как-нибудь это тоже не поменяют от одного от одного не поменяют я тебе скажу был бы вадикон я хочу просто быть уверенным что три вихря будет вообще четвертый если друид в рейде какой-то дамажащий вот у рависта просто видишь там 6 тысяч 8 тысяч на сове дпс он собой не очень дохуя дает котом дает но контроля нихуя не дает то есть тоже проблем дохуя вот вот если две совы какие то как вадикон будет и какой-то там мир друг урбагаря бегает контроль все пиздец все три вихря будут всегда пока до висеть можно скажу насчет непосредственно рейда первых вас все хватает по классам и все хватает поэтому лавала дпс и так далее основная проблема как раз в людях и в личном скиле каждого за этот рейд все было обобщено и вы не сдвинулись но и мы не сдвинулись с общей точки вообще никак но смысле с мертвой точки никакого прогресса за вот эти почти три часа не получили я поэт тебя наверно прошу дать мне провести завтрашний рейд мы будем после каждого вайпа точечно разбирать каждую ошибку каждого и после и после этого будет прогресс мы все с 12 лет в это говно играю и каждый раз это всегда помогает когда человек ошибся ему говорят об этом показывают как надо как не надо следующий раз он будет намного лучше играть и так каждого-каждого пока не пройдем это хрен получится обобщать это но смысла нет не понимают люди я согласен я согласен с этой хуйней но самое главное что ты тоже собой согласись 22 вихре которые там дают да кто там был у нас сначала код и и кто 2 и 2 кота один на боссе сидел один давал это считаю уже сколько раз люди убили там ну два человека без вихря они они шутают пол рейда блять и их шутают по кд это сколько траев мы дали потом только в конце как короче мы не потравили грубо говоря из-за этой хуни я уверен что из-за вихрей вот если вихри бы давались по скилу как бы и да и нет это не панацея во первых типа мы убивали 25 когда у нас даже один друид был даже без друидов убивали это где на x2 раз нет ну я играл блин и циркли x2 x10 x4 x3 я везде играл совсем другое тут видишь разница большая нет я поняла не суть тактика тут даже не в уроне а суть в чем перед контролем за секунду нужно стопать дпс всем стопать дпс все вот кто парни которые ауешат все тут шаманы это цепнуха еще что-то потому что ну типа как раз момент контроля звоним в тут же микросекунды вот эти залетает ауешка это уже все это фатально типа и второе то что вы сводите в центр мобов это тоже крайняя ошибка это она заключается в том что те же милики или те же рдд которые стоят чуть ближе там чуть дальше еще что-либо такое они получая контроль забегают в общую пачку и получает а у и урон никто не успевает это за контроле друид даже до костить не успеет даже скилловый вот эту секунду полтора у него вихрь кастуется это невозможно поэтому раздельно и обязательно на контролях тут основная задача как я вот вроде пытался толкнуть мысль жить в среде то есть жить в бою не надо спешить никуда спешить строго убийство мобов и контроле не зерк босса никуда там перевести на фазу туда-сюда вот просто жить поэтому пока на все привыкнут когда все почувствуют там ауе свое и так далее когда будет все стопать в виде рядом с собой союзника прекратятся смерти и после этого будет хватать всего и дпс и хпс всего никто если умирать не будет а это будет достигнуто только тогда когда человек будет каждый следить за собой это будет только после разбора ошибок каждого только так все тогда просто так попробуем ты просто поговоришь и и все и посмотрим как получится ну еще конечно зависит от того кто придет завтра а то вдруг там не будет одного друида второго то мало не будет еще кого-то надо смотреть кто придет завтра и уже потрогать ну да но научить можно кого угодно главное желание поэтому просто нужно время его плюс-минус один и тот же состав ну плюс-минус ну и опять же акты внутри даже банально стопы дпс у нас было откуда мы по-разному странам разводили мобов у нас была беда то что мы и не вплали из лить выходили следующие то есть я на варе даже с учетом того что я там летают как ебанут туда-сюда от боссов трэша то есть умирают трэш я делаю чардж делаю там успеваю настакать раскол для милишников которые бьют босса и возвращаюсь обратно на трэш я просто тупо трэш умирает очень долго помимо этого на трэше блять висит у нас еще хилки вешают на фанатиков да если кидается еще лужа да и пока мы из лужи выбегаем там фанатики просто тупо отхиливаются хотя у нас в рейде блять на 2 на шамана которые имеют пурж магов блять хуево титу его блять там всяких ну пристов у нас нету да но тем не менее это уже достаточно фанатика выходит всего сколько раз два три три фанатика а у нас 4 мага и 2 шамана которые это все могут пурж мы тупо не успеваем бить трэш а если мы еще будем стопать урон перед тем ну перед контролем это еще услугубить потому что стопнуть урон ты стоишь примерно 4 секунды афк вообще не бьешь вот считаю то есть каждый из рейда стопнул урон у тебя трэш вообще не умирает то есть я не знаю просто это фикс сейчас сейчас я объясню это прям хорошая тема это прям нужно но так как ты и сказал вот люди которые могут пуржить должны пуржить это вот один разбор ошибок они не доигрывают а стопнуть урон это не 4 секунды это я наверно сейчас разжую те у кого есть ауе урон просто используют соло атаку например тот же вар не иллюзует клиф тот же шаман долбит просто соло молнии и вот в таком ключе не надо полностью стопать надо стопнуть именно ауе буквально на один-два коста появились законтрольные мобы ой законтрольные люди если вы вне зоны можете ауешить ауешите типа если это вам надо сейчас если они рядом с вами то вы если имеете контроль не только друида а все кто имеют контроль сбросил контроль забыл про чувака и долбишь дальше по своим целям вот и все в общем после каждого вайпа мы будем просто смотреть деталях смерти от чего челик умер но и если по какой-то причине там допустим у нас будет три вихря полноценных если допустим вот сову взяла в контроль сейчас секунду потому же записывать видосик записан видосик если кто-то хочет посмотреть он на ютубе больше вот сову допустим взяла в контроль и сова отбежала в пачку треша где бьют все вроде бы стопнули носа вы разъебали и вот и мы будем смотреть по рекаунта кто разъебал чем разъебал маговская допустим бомба это урок нула 7 порчи прокнула которые вроде бы летела в воздухе лог стопнул но она прилетела и разъебала салу плюс у нее там не фул хп было в общем такие ситуации дохуя будет просто это разбирать я короче когда рейд делал на этом но на ритейли наши балансы светалища господства там был босс и мифиги короче кузнец там блять постоянная беда была то есть там блять механик дохуя у него